друзья всем привет а сейчас я буду пересаживать орхидей и предлагаю вам присоединиться вместе со мной сделать эту пересадочку вообще про пересадки орхидей на нашем канале наверное несколько десятков видел у нас есть два плейлиста один плейлист называется все про пересадку орхидей пересадка орхидей вот так по моему называется плейлист а второе а второй плейлист у нас пересадка цветущих орхидей то есть два разных плейлиста где мы в одном пересаживаем все подряд орхидеи а во втором вот именно цветущие потому что не раз задают вопросы как пересадить цветущие орхидеи и есть еще третий плейлист который называется орхидеи после пересадки то есть что происходит с орхидеями которые мы пересаживали в предыдущих плейлистах про пересадку и вот сегодня мы будем пересаживать орхидею пересадки которые видео именно видео пересадки которые у нас нету на канале это друзья пересадка орхидеи шиллериана или шиллера орхидеи вот такой вот красотки у нас их две имеется который мы недавно приобрели они у нас появились на нашем канале вот эти вот две малявочки но значит вот эта малявочка она еще у нас спит посмотрите какие роскошные пятнистые а листья у этих орхидей это вот отличительная такая особенность этих красоток что ими можно любоваться даже еще когда они не цветут вот этим вот крапом на листьях а вот 2 орхидея у нас проснулась и у нее начался активный рост что говорит о том что самое время ее пересаживать вот у нее полез она такая вся камуфлирована пятнистый что и не видно не видно вот он видите у нее листик в центре в точке роста вылез уже за то время как мы ее приобрели и вот там вот видно видите зеленый такой корешочек в глубине от шейки начал расти вот эту орхидею которая пошла в рост мы сейчас вместе с вами и пересадим закашеварим грунт в который мы ее посадим и собственно говоря я в подробностях все покажу но для этого давайте переключу камеру и так друзья а вот она наша красоточка вот она вот так вот она выглядит поближе вам я сейчас покажу так ну вот эту вот а мы уберем посмотрите какой у нее не менее красивый крап на листьях посмотрите какая красота просто бомбическая смотрите какая прелесть орхидеи просто меня будоражит вот с этим вот крапом так ну вот эту мы уберем маленькую а с этой красоточкой мы продолжим наши с вами манипуляции вот такая вот она сейчас мы ее извлечем из этого горшочка посмотрим что там у нее с корнями и уже по ходу действия будем смотреть что какие действия с ней предпринять предпринять итак это у нас друзья шелериана msh вот так она называется и соответственно образец цветения посмотрите на фото я взял в интернете как должна она у нас раз цвести если мы проделаем с ней все правильно как того полагается и так давайте ее извлечем она у нас посажена пришла в размере 17 немножечко подросла она у нас в архиате по всей видимости и сейчас мы ее достанем из этого горшочка вот так вот раз а сидит она вообще кстати не плотно ну из-за такой знаете пересылки по почте россии естественно она вся там вот так вот вся встребушилась так иногда и даже не иногда очень часто в группе присылают фотографии в группе архомания и вконтакте и фейсбуке а люди выкладывают сос сос помогите идентифицировать что это такое что это такое что это за зверь а между тем хочу сказать вот на него нажимаешь оттуда жидкость и люди думают что это какие-то личинки ли яйца каких-то а насекомых вредители кстати вот руки у меня посмотрите все побиты это и такие загорелые это сразу хочу сказать ответить на хейтерские замечания руки у меня от стройки я сейчас строю во дворе беседку это все у меня раны от бетона от цемента от досок от железок и поэтому вот они у такие вот мне даже самому они не нравятся а ну продолжу вот эти вот катушки уронил это друзья катушки ну тот кто уже сталкивался с этим те заметили что а вот здесь вот лежит у меня такие же катушки это друзья удобрения осмо код по-научному называется удобрение пролонгированного действия пролонгирована это значит продолжительного то есть по-русски не могут назвать подбирать все иностранные слова продолжительного действия сейчас я его открою они есть несколько вариантов осмо кота вот так вот он называется осмо код экзакт стандарт хайка вот это вот состав его и он действует на 5-6 месяцев вот этот вот катушек у нас мы нашли с вами сейчас в этом в горшочке а вот так он катушек выглядит когда только-только орхидею сажают и добавляют видите новенький то есть оболочка такая вот у этого катушка какая-то полупластиковая восковая что ли но какая-то специальная оболочка а вот под этой оболочкой внутри находится вот тот состав компонентов которые я сейчас вам показал на листочке бумаги и вода попадая она не размывает эту оболочку проникает внутрь и потихонечку вымывает оттуда вот этот вот а комплекс удобрений поэтому мы вместе с вами при посадке этой орхидеи при пересадке мы тоже с вами добавим вот это вот удобрение которое рассчитано на 5-6 месяцев на 5-6 месяцев вот такой вот еще раз покажу вам надавливаешь а изнутри вот смоченные смоченное удобрение водой то есть она потихонечку вымывается попадает в тот грунт который мы поливаем которым находится растение так ну что что у нас здесь такого интересного потрошим потихонечку вот он новый корешочек лезет так орхидея была по всей вероятности посажена сеянец по всей вероятности был посажен в мох и ее просто эту орхидею как только она подросла эту орхидею перевалили вот в такой вот грунт состоящий из кусочков коры средней мелкой фракции вот здесь даже есть кусочки дерева видите это дерево то есть это не кора даже дерево но мы с вами возьмем отсюда сейчас я вот накидаю отсюда несколько кусочков коры для чего для того что у нас орхидея здоровая то есть не я не вижу никаких больных у нее мест я не вижу проблем каких-то у нее то есть сегодня здесь хорошо гниение нету орхидея в хорошем состоянии и вот начала расти единственное что листик она отсушивает детородный маленький но это не страшно так и должно быть и поэтому я хочу ту микрофлору которая находилась в этом горшке последнее время перенести ее в новый горшок поэтому для этого я старый чистый субстрат кусочки коры я выберу конечно без того удобрения который которая присутствовала вот так вот аккуратненько все это дело выберу хорошие такое вот это займет некоторое время вот такие вот кусочки дерева я конечно не буду класть в горшочек щепки то есть не самое такое знаете не самый лучший грунт но тем не менее вы видите что орхидея растет и собственно говоря неплохо себя чувствует вчера у нас на канале вышло видео которым я показывал ароматные орхидеи сравнение какие как пахнут кто кстати не видел пройдите на канале посмотрите вчерашнее видео и видео в комментариях мне как раз таки и одна из зрительниц нашего канала сдала вопрос георгий а ты шилериану пересадил я вспомнил да я не пересадил шилериану а время растущей луны уже вовсю идет и поэтому я естественно решил сразу что на следующий день я обязательно пересажу вот собственно говоря сегодня я этим и занимаюсь одну из малявочек я пересаживаю естественно вам показываю друзья как я это делаю так чистить особо здесь у нас ничего у нас все тут хорошо ну даже мог оставлю друзья тоже сюда помещу ее все эти кусочки даже здесь и обрезать то по большому счету у этой орхидеи нечего да ну вот за исключением может быть вот этого вот совсем сухого кончика значит в одном из видео у меня спрашивает ты что перестал обрабатывать места срезов корней орхидеи до в некоторых моментах я не обрабатываю а почему потому что срезаю по сухому то есть вот здесь кстати можно срезать по по живому и у меня есть я когда-то обрабатываю когда не обрабатывают и все друзья интуитивно как-то уже за долгие долгие хоть хотел сказать годы уже через пару лет будут десятилетия два десятилетия как увлекаюсь этими красотками уже интуитивно понимаешь чем обработать когда нужно обрабатывать когда не нужно обрабатывать то есть как то вот все вот так вот уже на уровне интуиции все происходит и последний наверное лет ну не лет наверное ну может быть и восемь что ли может быть больше может быть меньше потерь у орхидеи не было ну за исключением там одной орхидеи который прислали позапрошлом году к нам на канал она на следующий день после распаковки развалилась потому что была поражена бактериальной гнилью ну или еще чем-то там а вот единственный момент что по живому где я срезал я сейчас корицей обработаю у меня перекись куда-то положил и забыл куда я положил перекись так где я тут срезал то господи посмотреть по живому друзья а вот он и в экран стараюсь смотреть и и на стол где работаю вот видите по живому корицы кстати то орхидеи который мы с вами недавно обрабатывали корицей успешно при пересадке успешно принялась и мало того что принялась она еще и начала цвести то есть она начала отращивать доращивать точнее цветонос который мы не обрезали оставили для того чтобы удерживать ее в горшочке она успешно начала его так это корица у нас так ну что вот этот вот единственный листик можно удалить хотя можно не удалять пускай орхидея из него выкачает все все питательные вещества для своего дальнейшего развития итак друзья во что будем сажать значит сажать буду как всегда мой любимый горшок арте а вот такой вот его размер смотрите значит он на 0 6 литров диаметр 110 миллиметров но это 11 сантиметров до и высота высота 10 сантиметров до то есть 10 на 10 грубо говоря так вот так вот у нас 0 10 с половиной и сколько 11 ну да все верно внутренний объем то есть 0 6 друзья это весь объем а внутренний объем в который мы сажаем внутренние кашпо она где-то будет пол пол литра до 500 миллилитров за счет того что вот где-то около 100 грамм у нас уходит вот на это пространство так сажать буду вот в такой еще раз повторюсь горшок он будет по размерам оптимальный на сегодняшний день к сожалению арты побольше нет горшка есть только сразу уже на 1 и 2 литра но это друзья большой . на мой взгляд горшок для такого растения так ну в качестве дренажа я буду использовать пена стекло или grow plant вот такой вот он сейчас во многих магазинах продается интернет-магазинах очень много где его продают даже в группах вконтакте фейсбуке в общем сейчас не проблема найти найти вот этот вот компонент на мой взгляд очень и очень ну полезный для использования в посадках пересадках пересадок орхидеи чем он интересен а в отличие от керамзита тем что он не сокращает водный объем то есть если мы например на мокрые пяточки ставим наливаем воду сюда то пена стекло она внутрь себя впитывает воду внутрь и при этом на поверхность не мокрая то есть она влажная керамзит если мы используем керамзит внутрь не впитывает а он как бы воду выталкивает до объем воды получается что при дренаже пена стекла объем воды внизу будет больше чем при дренаже керамзита соответственно полив реже для меня живущего в волгограде в сухом жарком климате это очень очень актуально у нас сегодня в тени свыше 30 градусов друзья но не сегодня вообще последние наверное полтора месяца то значит какой грунт буду готовить грунт буду готовить друзья из нескольких компонентов первый компонент это будет значит вот такая вот сейчас я побольше вот так вот сделаю обзор значит будет кора средней фракции меня спрашивает готовлю я обрабатываю ли я кору после покупки в магазине готовую нет я ее ничем не обрабатываю вот как купил так и купил а вот как есть так и есть но вот такие вот кусочки здесь всякие попадаются вот такие вот значит это кора средней фракции чтобы вам было понятно я даже линеечка приложу чтобы вы увидели размеры кусочков вот так вот возьму значит горсть сколько мне там на горшок к надо ну вот так вот возьмем второй компонент столько же я добавлю того же гроу планта который пеностекло который у нас в качестве дренажа но только мелкой фракции вот такой вот 5 миллиметров 10 миллиметров тоже возьму вот такую же горсть все это дело я перемешаю вот так вот перемешаю так наверное на мало для для этого для такого горшочка да еще одну горсть и еще одну горсть коры вот так вот прям раз ну все вот так вот и теперь в этот полученный субстрат я добавлю еще вот здесь видите у меня на заднем плане стоит древесный уголь обязательно я добавлю третий компонент это древесный уголь так возьму-ка я пакетик ой пакете господи перчатку все-таки это уголь но тоже примерно треть треть от ну точнее до треть от того что сейчас есть вот где-то примерно вот так вот вот так вот я все это дело перемешаю все вот в такой вот субстрат будем сажать друзья да и к этому субстрату сейчас мы подмешаем но не сейчас а в процессе процессе пересадки я я помещу нашу с вами помещу вот этот вот грунт который родной из ее горшочка мы достали так вот так вот у нас все это дело получилось надеюсь грунта хватит нам вот так вот горшок померяем по высоте по высоте ну самое то друзья самое то оптимально значит начинаем засыпочку сперва на дно брошу отдельно примут несколько кусочков угля вот так выберу вот так и теперь можно чуть-чуть подсыпать слой вот так вот опа ну все можно засыпать сейчас я насыплю где-то нижние корни я присыплю новым грунтом нижние корни а потом где-то в середине на половине корней мы подсыпем старый и и грунт в котором она сидела и щепоть удобрение осмокота вот так вот так вот так наверно будет нормально вот теперь мы подсыпаем ее грунт по периметру чтобы микрофлора который присутствует присутствует присутствовала и присутствует в грунте в котором она росла быстро разрослась и заняла все пространство горшка нового в котором она у нас посаженные картины так теперь берем щепоть прям буквально друзей щепоть вот сколько там мы взяли ну вот так вот даже поменьше чуть-чуть вот так друзья вот 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 столько я и брошу вот так вот по периметру этот горшочек все больше я не буду и больше никаким удобрением я удобрять эту орхидею не буду мы будем с вами следить за ней это у нас запомним орхидея шариана мс и все я заполняю дальше полу полученным приготовленным грунтом так вот значит что дает этот кают эти компоненты но пара понятно это у нас органика пеностекло выполняет роль быстрого полива то есть при погружении раз погрузили воду буквально минуту пеностекло впитала моментально в себя воду и удерживает его долго удерживается последующей отдачи постепенной отдачи влаги корням значит при долгом замачивание у нас работает уголь и кора которая впитывает в себя но кора у нас начинает работать через скажем несколько недель потому что кора всегда свежая покупная она не сразу хорошо начинает впитывать в себя влагу поэтому чтобы на начальном этапе не погубить орхидею да не скажем так вот не играться с корой там будет она впитывать воду не будет она зайдет она орхидеем не зайдет от кстати вот это хорошая кора видите такая как губочка поэтому добавляем пеностекло и древесный уголь древесный уголь тоже хорошо очень много впитывает воды но он еще как бы два момента играет первое от некоторых насекомых он отпугивает не от всех от некоторых а и второй момент это то что он как бы такой своеобразный вытягивает то есть притягивает соли из воды из окружающей то есть ну скажем избыток микроэлементов он втягивает в себя то есть вот вот такой вот он полезный тоже компонент и вот поэтому как бы у нас орхидея с этими тремя компонентами может использоваться в разных в разных вариантах полива в том числе и на мокрых пяточках когда мы на дно положили вот такой вот дренажный слой для того чтобы при контакте у нас кора с водой не к так не контактировала и быстрое разложение гниение не происходило и соответственно у нас орхидея подходит с таким грунтом и потому что все орхидеи они как бы ну индивидуальный да и условия у нас у всех индивидуальный поэтому как бы вот многокомпонентный грунт он расширяет варианты поливов здесь можно поливать я как уже мокрые пяточки замачивание быстрая короткая пролив в том числе потому что проливая у нас кора не успевают много взять влаги но при этом хорошо выбирает вот это вот пеностекло то есть вот такой вот грунт он для всех вариантов полива то есть для всех вариантов полива а какой из этих вариантов понравятся ваши орхидеи ну и с каким вы сами справитесь все друзья вот такая вот посадка нашей малышечки больше ничего сверху не буду укладывать не мог ничего вот оставлю как есть вот в таком вот варианте и будем с вами наблюдать значит полью я ее буквально ну когда полью ну полью ее наверное через пару дней через пару дней 26 числа то есть завтра скорее всего до 26 числа буду делать обработки наших с вами партии орхидей которые были в комнате с мучнистым червецом профилактическую последнюю четвертую обработку и заодно полью вот это наша красавица то есть полью завтра друзья все вот такая вот получилась у нас посадочка орхидей у нас еще имеются несколько орхидей это стюартиан и так это шилеряна тоже у нас есть еще стюартиан и где они у нас спрятались не вижу не вижу куда их поставил так это у нас кстати сого 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 лауренс он уже от свел пора пересаживать green world пора пересаживать вот стюартиана у нас стоит 3 ее пора пересаживать в общем у нас полно орхидей на пересадочку а времени совсем нет в общем друзья вот такой вот сегодня получилось видео с пересадкой всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока